Друзья, всем привет! Погреблась немножечко возле двора. Вот здесь такая кучка, здесь все так поразровняла, поразровняла. Там кучку нагребла, а потом туда вот пойду, на грязную территорию. Сейчас здесь вот подожгу эту кучку маленькую. На улице вроде бы сегодня обещают у нас тепло, до двадцати трех. Грачи кричат, кричат. В общем, тепло на улице хорошо, но ветерок всегда небольшой. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Короче Стою караулю, сейчас прогорит, я затушу. Стою караулю, сейчас прогорит. Стою караулю, сейчас прогорит. Стою караулю, сейчас наберу воды, нагрею ее хорошенько, до кипятка. Я пролью в холодильнике землю и высажу туда помидоры. Я не буду стаканчики высаживать. Вроде бы тепло обещают, холодильник у меня закрывается, на ночь буду закрывать. В общем, решила туда рассаду помидор пересадить. Дружок! Калитку ему открыла, чтобы он меня видел. Жарко сегодня будет ему, на улице тепло, прям хорошо. Так, сейчас пойду покажу, что я сделала вчера вечером. В общем, я обкопала вчера вечером вот эту яблоню. Обкопала ее. И еще обрезала верхушки. В общем, я ее капитально нонче проредила, обрезала. Может, вообще ничего не будет. Не цвести, не плодоносить. Так, вот эту яблоньку я обкопала. В общем, у меня осталось два куста вот этой смородины. Мне надо ее еще тоже обрезать секатором, почистить ее. Так, дальше. Что я еще сделала вчера? Обкопала вот здесь вот вишенку. Кустики. Ну, и сделала границу, чтобы пахать, когда будут культиватором. Ну, чтобы корни не подрезали. Середочки, крыжовник колючий. Колючий-колючий. Но, говорят, он очень вкусный. Овина сестра давала. Маленький-маленький. Он как разросся. Так. Ну, в общем, вот так вот я прокопала. Так. Дальше что? Вот видите, друзья, я вдоль забора накладываю. Осенью все убираю, все под забор. И каждый год оно пропахивается дальше. Дальше пырей помаленьку убирается. Там, где сильно лежит вот этот толстым пластом, он сжигается. Мне говорят, зачем вы обкапываете яблони? Их нельзя обкапывать. Вы представляете, если я ее не обкопаю, то там затянется все пырием. А зачем мне он в огородчике нужен? Пырей. Вова каждый год их обрабатывал. Сколько мы живем, столько он так вот их обрабатывал. Их плодоносили. Это у нас осталось только вот три. У нас было штук, не знаю, восемь, наверное, яблонь. Но они старые уже и пропали. Вот здесь у меня куча, вот я, здесь была яблоня, но она пропала уже. И здесь я вот накладываю, чтобы пырей-то уже не рос. Сразу растет пырей. Вот здесь вот старая-престарая яблоня. И сто лет в обед. Мы ее не обкапываем, и там все затянуто пырием. Я летом как могу тяпкой там что срубаю, чтобы тут только не распространялся. Сразу все затянет. Видите, что пырей-то такое дело, что махом он. Вот он уже лезет. Я тут все позаложила. Еще заложу. Вот это вот, может быть, я выкопаю лопатой, где он торчит. Он мне тут не нужен. А вы хотите, чтобы вот здесь у меня все заросло? Да, боже упаси. Не смогу копать, значит, не буду копать. Пока еще маленько шевелюсь, значит, буду копать. Малину еще рано с малиной что делать. Потому что здесь не поймешь. Здесь, во-первых, тень. И она очень долго-долго не поймешь. То ли она живая, то ли она не живая. Потом уже буду прореживать. В общем, сейчас я вам покажу холодильник. Не показала, куда я собралась пересаживать. Ну, кто меня давно смотрит, тот знает, что у меня рассада в холодильнике. Вот здесь вот земля такая хорошая. В том году под низ там у меня ботва. Огуречная, помидорная там ботва. Все-все-все. Сверху я земли накладывала. У меня рассада росла. За лето там все перегнило. Я так вот руку сунула. И до самого дна земля. Там нету под низом уже ни травы, ничего. Все перепрело. Сейчас я проливу ее горячей водой. Оно остынет. Я высажу сюда помидоры. На ночь буду закрывать крышкой. На день притенять. Здесь окно можно поставить. Можно вообще это, крышечку так прикрыть, чтобы они привыкали к свежему воздуху. Вот. И еще у меня один холодильник есть. Ну, я в нем только просто рассаду ставлю. Сюда я уже земли не насыпаю. Поставлю перцы, пересажу. И здесь у меня будут стоять перцы. Тоже. Если вот так вот жарко, я крышку прикрываю. Если холодно, открываю и раму ложу. Рама как раз подходит по ширине. И он глубокий. Как бы ничего не делается в моей рассаде. Прошлогодние эти стаканчики. Помыть их надо. Вот. Опа. Тут вот эту сторону, друзья, я не убираю. Тут у нас заброшка. Когда-то была старая баня, саманная. В общем, нафиг оно мне надо. Руки здесь рвать я не хочу. Вот. Мне хоть бы с вот этим вот содержать в порядке. Чтобы у меня ничего не заросло. И справиться с этим объемом. Еще вот же на этой стороне у меня. Здесь у меня вот Виктория. Я ее осенью засыпала. Чистили сарай. Я засыпала куриным тут. И перегной здесь. Видите, и подстилка ихняя. В общем, Викторию я всю перепашу. Мне она не надо. Я ей заниматься больше не буду. От нее только забивается все травой. Вот это вот не хочу я. В общем, все это полностью я перепашу. Перепашу и не знаю, чем засею. Коноплей. Ой, шучу, друзья. Я не знаю, чем я буду что засаживать. Кошмар. Просто кошмар. Вот еще кусочек золы. Надо его разровнять. И пишут мне все. Пишут. Да вредно, да вредно. Да ничего не вредно. Если было бы вредно, я бы этого не делала. Сколько лет мы тут все это... Какой здесь огород был? Солонец сплошной. Вот видите, трескается. На дороге вообще белое все выступает. Соль. Соль вылазит на дороге. Если бы мы вот это не засыпали, не удобряли, здесь бы ничего у нас не росло. В общем, я разобралась с рассадой. Здесь стола у меня уже нет. Я уже управилась. Так. Здесь я рассадила из вот такой вот ложки. Помидорки сюда высадила. И вот эти 4 перчика. Или 3. И 3 перчика высадила. Все. Китуньки вынесла на веранду. Сейчас покажу, где они у меня. Вот сюда я их вынесла на стол. Здесь и перчик вынесла. Ну, пока тепло на улице. Ночью тоже плюсовая. Там что-то... 8 что ли ночью. Так. Стаканчик помидор здесь. Цветочки здесь. Лук там дальше стоит. Сейчас покажу, куда я высадила помидоры. Помидоры высадила вот сюда. Ну, конечно, не болею. Подвяли. На ночь я эту раму уберу. И буду закрывать вот этой крышкой. Так. Я, наверное, сейчас прикрою. Чтобы им тут не жарко было. Сделать полутень. Рассадила, короче, все. Все перемешала в кучу. Теперь не знаю, где какие. Ну, какие вырастут, такие вырастут. Сейчас я вот так вот преклоню. Вот так вот. Чтоб сюда не падало солнце. А то солнце падает им плохо. В общем, я уже сегодня наработала и устала. На улице жарко. Сейчас пока я туда не пойду. Поднялся ветер опять. Он дует. Прям сильный ветер. Так. Я планирую, если вечером ветер стикнет, я пойду убирать вторую там половину, где трава. Вот. С рассадой разобралась я. Рассадила. Суп сварила. Гороховый сварила суп. Так, что еще? А, еще вечером надо мне или завтра утром вам показать. Я буду высаживать лук на семена. Надо мне отобрать, какого сорта я буду садить. Наверное, завтра вам покажу. С утра уже ничем не буду, а завтра утром. Ну и все, друзья. Буду с вами прощаться. Всем пожелаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.